Привет! Меня зовут Оля, и сегодня я отправляюсь в гости к талантливому и успешному иллюстратору Элине Элис. Элина в каком-то роде является первопроходцем своего дела, покорительностью международных профессиональных вершин детской иллюстрации. Но что мы в действительности знаем о работе иллюстратора? Красивые картинки – это всего лишь триумфальная верхушка огромного айсберга. Все самое интересное, как всегда, остается за кадром. И сегодня Элина с радостью согласилась приоткрыть двери в закулисье жизни профессионального иллюстратора, поделиться некоторыми секретами и поведать о пути женщины, которая рисует. Эречка, привет! Спасибо тебе большое, что согласилась дать мне интервью. Расскажи, откуда ты? Я родилась в Украине, город Запорожье. Расскажи немножко о своих родителях. Может быть, кто-то рисовал в твоей семье? Папа рисовал. Но на самом деле это интересная история, потому что папа родился сразу после войны или даже во время войны. Ну, в общем, короче, голодное детство, четверо маленьких детей. В художественном образовании у папы, в смысле папа был одним из четверых, старшим. И, естественно, ни о каком художественном образовании речи идти не могло, хотя он очень любил рисовать. Поэтому он стал электриком и проработал электриком всю жизнь. Но при этом, мне кажется, что его призвание было искусствовед. Он очень круто разбирался в искусстве. У него была масса книг, он забирал открытки, и он сам рисовал. И, естественно, моя любовь с детства к искусству – это благодаря папе. Как ты попала в Англию? Окей, это случилось давным-давно. Я была совсем молодой, 20 лет мне было. Я попала по программе обмена студентами, учила английский. Ну, тут встретила принца на белом коне. И вышла за него замуж, и таким образом осталась. То есть история весьма стандартная. Когда ты вышла замуж за принца на белом коне, он был англичанин? Да. Он был писаным красавцем. Еще и англичанин. И когда ты хлебнула такого счастья, вот как тебе было вдали от дома в Англии? Ну, начнем с того, что сказки, конечно, не получилось. Это замужество было очень сложным. И, разумеется, мне было тяжело, потому что у меня и дома все было хорошо. Я училась в университете, сразу на двух специальностях. Я работала на телекомпании. У меня была очень бурная, интересная жизнь. А при переехав сюда, тем более я переехала не в центр, не в Лондон, а в Корнболл. Это самый юго-запад Англии. Это глубокая деревня, провинция. И у меня не было ни знакомых, ни друзей, ни родственников, ни денег, ничего. Я просто социально потеряла почву из-под ног. Она просто пчху и улетела. И я вот вся такая умная, интересная, сижу в этой деревне. И понятия не имею, что дальше и как себя применить. Уже с двумя образованиями, которые у тебя были. Да, ну, конечно, образования-то были наши, украинские. Куда с ними в Англии. Тем более, что я довольно быстро забеременела. И, разумеется, приоритет был ребенок. То есть два первых года я сидела дома с ребенком. А у тебя был какой-то, какого-то рода культурный, например, шок? Или наоборот, что-то, что очень нравилось в Англии? Я обожаю Англию. И, ну, для этого надо знать мой характер. Я приспособленец. Я приспособлюсь где угодно, в любой среде. Тем более в Англии, да господи. Тем более, что это было 18 лет назад. То есть тогда для меня вообще моя первая поездка за границу была в Англию. Я первый раз на самолет села. То есть для меня это была сказка-сказка. И даже со всеми сложностями я все равно считала себя жутким безунчиком. Что мне повезло вообще прикоснуться к этой стране. Что нет большего счастья. То есть все трудности я... И потом я была очень молодая. Молодая, здоровая, уверенная в себе. У меня были силы и желание куда-то карабкаться. То есть я все сложности воспринимала как естественный процесс. Ну да, тяжело. Ну, ничего, разберемся. Будет лучше. А желание вернуться домой было когда-то? Никогда. Опять же, в силу своего характера. Я себя знаю. Если я принимаю решение, то я не оглядываюсь назад. Никогда. Я приняла очень много в жизни очень сложных решений. Судьбоносных решений. Неоднозначных. Многие меня... Ну, не то чтобы осуждали, удивлялись. Но я ни разу не пожалела ни об одном. Я просто не смотрю назад. Решение было принято остаться в Англии. И все. А вот принц, тот принц на белом коне, он до сих пор с тобой? Нет. Но я была замужем, наверное, лет восемь. То есть это ни в коем случае не был фиктивный брак. Это была большая любовь. Но она очень быстро закончилась, потому что оказалось, что мы все-таки чужие люди. И общего у нас очень мало. И мне было очень с ним тяжело. Но я и ему благодарна, потому что он меня закалил. Я благодаря этому замужеству, которое я воспринимаю как школу жизни экстерном, вот с 21 по 29, мне кажется, я пережила все, что только можно пережить. И вышла из всех передряг с высоко поднятой головой. И я за это очень себя уважаю. И уважаю за то, что у меня хватило сил уйти. Сил и смелости уйти. И это тоже подвиг с моей стороны. Я этот подвиг признаю, принимаю. И мне кажется, он сделал меня, этот человек, это замужество сделало меня сильнее, мудрее и лучше во всех смыслах. Так что спасибо ему большое. Ну плюс у меня от него сын. И брендовая фамилия. Да, и шикарная фамилия. Элис – это не псевдоним. То есть Алина Элис – это мое настоящее имя. И менять я его не собираюсь. Оно мне ужасно нравится. Так что, Марк Элис, еще раз большое тебе спасибо. Элечка, расскажи, пожалуйста, как ты стала иллюстратором? Это тоже очень интересная история. В моей жизни ничего не происходит по прямой траектории. Это всегда какие-то бешеные зигзаги. Так вот, ну, во-первых, самое главное, что я стала иллюстратором уже в очень солидном возрасте. Мне было под 30. Вот как раз я только развелась с мужем. И это были очень турбулентные времена в моей жизни. Я работала экономистом, потому что первое образование у меня – менеджмент внешнеэкономической деятельности. А второе – переводчик, яс. Поэтому вот у меня был маленький сын, у меня был свежий развод, у меня была работа на полную ставку экономиста, и на меня свалилась иллюстрация. Это при том, что я на то время, ну, года три, наверное, вообще не рисовала. Ну, а как в голову пришло, что вот именно иллюстрация? Никак не пришло. Мне бы в голову такое ни за что в жизни не пришло. Я думаю, что судьба или кто там плюшки раздает сверху. Решила, что хватит уже Элле фигней страдать, и пора заниматься тем, чем она была рождена, заниматься. Мне подвернулся случай. Мой друг в Украине, в Киеве, сидел в парикмахерской и услышал разговор за соседним стулом. Как одна женщина, которая впоследствии, она оказалась автором детских книг, Ларисой Ницой. Она рассказывала, жаловалась своей парикмахерше, что не может найти иллюстратора для своей новой книжки, что ей никто не нравится. Ну, а мой друг сказала, я знаю девочку, которая неплохо рисует. Мы с ним знакомы с детства. Напишите ей. И она мне написала в Англию. Я сказала, ну хорошо, давайте попробуем. Хотя, господи, что я знаю об иллюстрации? Ничего. Я нарисовала ей пару персонажей. Я спионерила карандаши у моего сына. Нарисовала как умела, отправила ей. И она сказала, это то, что я искала. Давайте делать книгу. И тут же прислала мне контракт. С реальными деньгами. То есть она была твоя первая? Она была моим ангелом. Да, это была женщина, которая поверила в мои силы, учитывая, что у меня не было ни образования, ни опыта. Ну, вообще ничего. Ей просто понравились мои рисунки. И она мне предложила официальный контракт. И мы с ней на данный момент сделали уже, то ли, пять, четыре или пять книг вместе. И вот этот первый твой контракт, ты все равно продолжала работать по своей специальности? Да, конечно. Ну, то есть это деньги были маленькие, жить на них нельзя. Все финансовые расходы были на мне. Я не могла себе позволить уйти в иллюстрацию. Я рисовала по вечерам, по ночам. Вставала в четыре утра, ложилась в четыре утра. То есть я фигачила, как невменяемая. Причем, вот я всегда говорю, первая книга меня чуть не убила. Потому что у меня не получалось ничего. И мало того, что не получалось, я не могла понять, где мне взять информацию. Как мне научиться и что вообще мне делать, чтобы понять, как рисовать лучше. Я смотрела на свой рисунок, я видела, что это фигня. Но я не знала, как его улучшить. Ну и методом научного отыка. То есть вот за этот первый год, который я потратила, чтобы нарисовать эту книжку, я просто поражаюсь, как эта женщина не спрыгнула с контракта и сказала, знаете что, мы найдем профессионала. Нет, она в меня верила. И мне очень много раз хотелось ей написать и сказать, простите, но я не могу, я не умею, я не знаю, у меня не получается. Я вам верну деньги, только оставьте меня в покое. Но я не позвонила и не написала, и не сказала, я продолжала долбаться. И о том, как у меня получилась первая книжка и потом все последующие, это интересная история. Давай мы на эту тему поговорим чуть позже. Ну все, Олечка, мы у меня дома. Давай я тебе покажу свою святая святых, свою маленькую студию. Я ей очень горжусь, потому что это первая рабочая студия в моей жизни. До этого у меня был всего-навсего стол в углу в зале. И тут же сын делал домашние задания, и тут же мы кушали, и смотрели телевизор, все было вместе. А теперь у меня есть свое творческое пространство, где я все расположила максимально комфортно, удобно для меня и для работы. Здорово, ой, какой порядок, Эля, обалдеть. Да, здесь очень удобно работать, и я очень довольна этой стеной, стеллажом. Я его покупала в Айке, он стоит копейки, это самый обычный офисный организатор. Но для художника, мне кажется, очень удобно, потому что все материалы рабочие находятся перед глазами, и очень легко что-то, допустим, снять, если мне нужно работать с каким-то конкретным материалом, поставить на стол, пользоваться чем-то, а потом положить это все назад, считанные секунды. Как обычно. Слушай, ну это классная идея, я обязательно возьму ее на вооружение, очень здорово. Так все организовано. Вот я тебе еще хотела показать, вот это вот мистер Жаб. Я в него влюбилась, я его увидела в магазине, и решила, что жить без него не могу. Помогает тебе, да? Ну, он критик, он критикует, но мне иногда полезно послушать чью-то критику. А это фотография моей бабушки. Я считаю, что она мой ангел-хранитель, поэтому держу ее перед собой. Я ее очень любила в детстве. Отлично. Вот, то есть тут все, все создано, сделано именно так, чтобы максимально стимулировать мои творческие потуги, чтобы мне было работать максимально комфортно, удобно, практично, эргономично и с удовольствием. Вот относительно книг. Мы говорили с тобой о том, как ты создавала свою первую книжку, и ты как-то так упомянула, что эта книжка чуть тебя не убила. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, да, вот это, наверное, обращение ко всем новичкам, которые начинают что-то новое и мучаются, страдают, потому что не получается. И все думают, ах, у кого-то получается с первого раза, а я вот такой дебил, ничего не умею, ничего не могу. Но надо сказать, что я вот была как раз вот этим вот дебилом и чувствовала себя именно так. И что мне помогло, и как я вообще справилась. Во-первых, на тот момент, когда вот мне предложили эту первую книжку, я работала на полную ставку. У меня был маленький ребенок. У меня было много личных проблем на тот момент. Но я очень хотела это сделать. То есть я осознанно приходила после работы, у меня забирала сына, кормила его. Допустим, я его ложила спать в 8 часов и начинала работать. И работала, когда до 12, когда до часа, а когда и до 4 утра. А потом в 7 вставала, чтобы идти с утра на работу. И такое продолжалось довольно долго. И я помню, как я все выходные сидела, рисовала, а в воскресенье вечером вот так вот все свои рисунки и заново все. Но меня настолько этот процесс затянул. И хотя у меня ничего не получалось, я понимала, что мне надо в этом разобраться. Да, это тяжело, да, я пока ничего не понимаю, но я разберусь. И тогда я начала действовать очень-очень планомерно. То есть я составила план. У меня даже был такой пост очень-очень давно в ЖЖ, живой журнал, если кто помнит. Он назывался «Есть ли у вас план?» И я его писала еще в самом начале своего творческого пути. То есть ты как бы немножко даже визуализировала свой путь, составляя этот план? Я не знала, куда именно я иду, потому что полный новичок. Но я знала, что я хочу стать профессиональным иллюстратором. И для того, чтобы это сделать, мне нужно первое, второе, третье. Первое – это были знания, которых не было. Второе – это понимание рынка, кому предлагать свои работы. И третье – это появиться на этом рынке. То есть по первому пункту, что я делала, что я могла сделать, сидя дома, потому что у меня не было возможности получить образование, мне надо было работать. Я перечитала все книги, посвященные детской иллюстрации. Кстати, на русском языке их не было вообще, на английском они были, но тоже в каждой книге я находила что-то, но далеко не все. Вот полная картинка собиралась годами. Я перечитала все блоги, которые я нашла на эту тему, на всех языках, которые я знала. Я начала ходить по библиотекам, смотреть, какие книги издаются, выписывать своих любимых художников, иллюстраторов, издателей. В общем, я колоссальную работу провернула. В процессе я рисовала, рисовала плохо. То есть я понимала, что мне не хватает знаний ни в технике, ни в композиции, ни в колористике. Я стала заниматься сама дома, я находила какую-то информацию в интернете. То есть копалась я очень долго. Все равно получилась фигня. Мне тогда моя писательница, которая мне предложила этот первый контракт, говорит, давай попробуем рисовать в фотошопе, там хоть правки легче делать. Потому что я один и тот же рисунок перерисовывала очень много раз. И я согласилась. То есть мне пришлось освоить фотошоп самостоятельно тоже. Это все тоже после работы, по ночам и так далее. Я освоила фотошоп. Я начала рисовать в фотошопе. И дело потихоньку пошло. Второе, это было понять, что такое этот рынок. Я составила две базы данных. Одну по издателям детских книг, другую по издателям открыток. Это тоже был титанический труд. Но я это сделала. То есть я прекрасно знала, что сейчас есть на рынке, кому я могу предложить свои работы, если могу. Я составила там такой список. Ну, наверное, 50 издательств я расписала, кому обращаться. Я расписала, что они производят. Все нюансы. То ли они работают напрямую, то ли они только через агентство работают. В общем, много там проделано было работы. Ну и третье, мне надо было показать себя как-то. То есть я завела свой блог на английском. Я завела свой сайт. Я закинула свое портфолио на все возможные бесплатные, как они называются, сервисы, где можно показать свое портфолио. Я участвовала в конкурсах. Ну, то есть я делала, ну, все, все, что могла придумать. И параллельно работала. Вот в таком режиме прошел первый год. Это все параллельно с первой книгой. Поэтому я и говорю, что она меня чуть не убила, потому что работа была сделана. Но мне кажется, что я могла это все провернуть только потому, что у меня было 29 или 30, и еще были силенки. Сейчас я смотрю на те годы и думаю, боже, как же это вообще все возможно. Ну, ничего, ничего. Этого слона я съела, а следующие уже пошли слонята поменьше. Если я вот выжила первый год, то потом все было уже гораздо лучше. Ну, вот мой следующий вопрос, я думаю, что ты уже немножко на него ответила. Каким образом от первого заказа ты перешла к другим? Ну, да, потому что первый заказ был из Украины. То есть это не ахти какие деньги, а я все-таки хотела стать профессиональным иллюстратором и зарабатывать в Великобритании. Так как я экономист по образованию, я мыслила очень стратегически и планомерно. Тот факт, что я сразу, как только начала рисовать, стала показывать свои рисунки, сразу завела блог и сразу стала вести социальные сети везде, везде о себе говорить. Буквально через полгода, с момента того, как я первый раз взяла карандаш, через полгода мне уже написало очень крупное арт-агентство международное. Сказали, что они увидели мои рисунки в интернете и предложили мне сотрудничество. И хотя арт-агентство это такая скользкая тема, они берут очень много, процент большой с контракта. То есть они находят тебе работу, но они берут 35, от 30 до 40 процентов. Это много. Но я решила, что 60 процентов, 65 процентов от чего-то, это лучше, чем 100 процентов от ничего. Поэтому почему бы и не попробовать. И вот с момента появления в моей жизни агентства, где-то через полгода, мне пошли уже хорошие, солидные заказы со всего мира через них. Плюс, так как я писала на русском, я писала в ЖЖ, я показывала свои рисунки, мне начало приходить очень много частных заказов. На брендирование, на какие-то рисунки в детскую комнату, на открытки, да на все, что угодно. И буквально вот через год, вот такой вот очень интенсивной работы, и стучание во все двери, окна, форточки и канализацию. У меня уже было, ну, в общем, я смогла уйти на полставки сначала, а через два года я ушла с работы совсем. Понятно, то есть, ну да, детонические труды проделала, молодчина. Да, поэтому, когда приходят молоденькие студенты или люди, которые хотят стать иллюстраторами, и очень обижаются, что вот они там кому-то что-то отослали, им не ответили. Ну, ребята, иллюстрация – это бизнес, свой маленький частный бизнес. И вы должны понимать, что, чтобы получить отдачу, сначала нужно вложиться. И вложиться очень не кисло, вложиться не только силами и временем, но и деньгами, обзавестись правильной техникой, обзавестись правильными материалами. И вложиться очень конкретно в обучение, чтобы действительно создавать качественный продукт, а не обыщенный. Ну, я все это сделала. То есть, вот в течение двух лет пахоты, через два года я уже была профессиональным иллюстрацией. Ну, как профессиональным, еще, конечно, не совсем профессиональным. Но количество заказов уже было такое, что я могла себе позволить уйти с должности менеджера-экономиста. Ну, и нормально все было. Какие книжки ты предпочитаешь иллюстрировать? Те, которые ты пишешь сама, либо те, которые уже, у которых есть автор? Я предпочитаю... Легче, гораздо легче иллюстрировать книжки, которые написали другие. Однозначно. Это... Все равно это сложная работа, но душевных сил на нее уходит меньше. Свою книгу, вот, ну, год, год могу работать над своей. Если и чужую могу проиллюстрировать и за полгода, и за меньше, то над своей работаю очень долго. И это муки творчества, это всегда сложно. Очень много часов, проведенных пустую. То есть, казалось бы, что там, 12 разворотов, несколько рисунков. На то, чтобы создать эти рисунки и написать этот текст, и слепить эту историю, которая будет действительно цепляющей, интересной, необычной, самобытной, уходит очень много времени. Так что легче, однозначно, работать над чужими текстами, но интересней работать над собственными. Ты сказала о том, что очень много времени уходит на авторскую книжку. Вот ты можешь сказать примерно, сколько времени у тебя уходит на один разворот? Вот полную иллюстрацию в цвете. Нельзя, не могу сказать, потому что, может быть, на придумывание этого разворота у меня ушла неделя, а потом я села и за 5 минут его нарисовала. Невозможно. А может, у меня год ушел на то, чтобы придумать этот разворот. Нет, книга не создается по отдельным разворотам. Книга – это один общий продукт, это целое. Его нельзя создавать кусками. Ты сразу работаешь над всей книгой. То есть ты сначала продумываешь историю, потом ты делаешь ресерч, исследование, ты ищешь какие-то интересные моменты, факты, сюжеты из жизни, которые можно вплести. И у меня на этот процесс уходит очень много времени. А отрисовать финальные иллюстрации – это вершина айсберга, это самое легкое. Ты получила высшее художественное образование? В итоге, да, я получила магистр искусств по предмету детская иллюстрация в Кембриджской школе искусств в Великобритании. Это тоже был путь и через тернии к звездам, потому что я на тот момент была в Корнболе, и мне пришлось брать ребенка и переезжать в Кембридж, где я не знала ни одного человека вообще, то есть полностью новая среда, новая атмосфера и обстановка. И денег у меня было очень ограниченное количество, то есть я должна была освоиться, буквально за пару месяцев и деньги заканчивались. То есть надо было зарабатывать сразу же. Ну, я по-прежнему выживала исключительно за счет иллюстрации. И образование заняло не положенные два с половиной года, а четыре с половиной, потому что сначала заболел папа, и мне на год пришлось отложить учебу. А потом я была так завалена работой, что я не могла себе позволить и работать, и учиться, и мне пришлось на год взять Академ. Но в итоге все сложилось благополучно, и я рада, что у меня был этот Академ год, потому что я за это время гораздо лучше осознала вообще, чего я хочу добиться в иллюстрации, и зачем я все это делаю, и моя учеба действительно пошла мне впрок. То есть когда я готовила свой финальный проект, я уже была такая созревшая, я уже точно знала, чего я хочу. И мне было немножко жаль студентов, у которых было всего два с половиной года для того, чтобы разобраться с собой, в себе, и выработать свой стиль, и развить свои идеи. У меня это время было. Ну, я могу сказать по себе, что мне как раз-таки не хватило вот этих... Да, ты была на дневном там вообще полтора года всего. Полтора года, да. Мне кажется, в полтора года невозможно вписать такой объем информации и поиска личностного. Для меня это был очень ускоренный курс, и действительно мне не хватило. Говоря о том, что вот об образовании, я, например, нигде не могла найти учебника по иллюстрации. Такого доступного учебника. И вот я хочу задать тебе вопрос, потому что я знаю, что ты работаешь над учебником по иллюстрации. Расскажи о своем учебнике. Да, дело в том, что именно потому, что я начала заниматься иллюстрацией гораздо позже, и я искала информацию самостоятельно из всех возможных источников, я тоже обнаружила, что качественной литературы на тему вот именно как создать эту книжку с картинками очень-очень мало, а на русском нет вообще. И я решила, что я буду документировать все свои шаги и вообще все свои знания, полученные из самых разных источников, из личного опыта, из всех прочитанных книг, и из образования в Кембридже. Это считается самое престижное образование по иллюстрации, детской иллюстрации. Я решила, что пора создать такой учебник. И это будет первый учебник, первый на русском языке вообще в принципе, но и на английском это будет первый учебник, в котором собрана вся информация, все технические вопросы и мотивационные вопросы о том, как самому с нуля, не обладая высшим специальным образованием, сидя дома на кухне на табуретке, создать свой качественный продукт. Вот. Это тоже три года. Три года я писала эту книгу. Круто. Очень хочется уже его скорее увидеть. Расскажи, где его можно приобрести? Этот учебник издает издательство МИФ, Ман Иванов Фербер, он выходит в России. А приобрести, я думаю, можно будет везде, в любых онлайн-магазинах, как Озон, Лабиринт, у МИФа на сайте, плюс книжные магазины, думаю, везде. Ну вот давай, Эля, поговорим о твоих стеллажах книжных. Я вижу здесь столько прекраснейших книг. Wall of Glory. Это все твои книги? Ну, большинство из них, да, мои, во всяком случае те, что на переднем плане, плюс на заднем все книги, которые я люблю. Ну, кстати, на передний план поставила свои только для тебя, потому что потом уберу, я не люблю свои книги иметь перед глазами, потому что я всегда найду к чему придраться. Послушай, ну я вижу здесь очень много книг на разных языках. Расскажи, пожалуйста, как так получилось? Ну, я работаю с издательствами по всему миру, и потом многие мои книги, напечатанные, допустим, в Англии, потом лицензии на производство этих книг на печать покупают самые разные страны, то есть мои книги перепечатываются на разных языках. Вот, допустим, ну вот книжечка «Shime Reading», «Тихо я читаю», и она у меня вышла... Если бы я еще знала половину этих языков... Финский. Финский. О, может, ты знаешь, какой это язык? Нет. Ну, это я так подозреваю немецкий. А, и желтая обложка – это в Америке вышло, в желтом переплете, в суперобложке. Вот такая вот книжечка. То есть очень многие мои книги печатаются сначала на английском, а потом печатаются на многих других языках. Даже вот на турецком, на китайском. А, вот эту книжечку я очень хорошо знаю, она у меня есть. Это про старичков. Да, это называется «The Truth About Old People». Это книга, которая выиграла много различных конкурсов и взяла там какие-то медали. В общем, это на данный момент «My Pride and Joy». Лучшее, наверное, что я нарисовала, но уже в процессе следующее. Это будет серия книг. И тоже тут много... Вот это уже вышло в мягком переплете. Это изначальная версия в твердом переплете. Это английское издательство. Ну, вот она же на итальянском. Вот она же, по-моему, это финский, если я не ошибаюсь. Это французская копия. И еще у меня есть американская, вон, «The Truth About Grandparents». Они переименовали, им чего-то «Old People» не понравилось, и они сделали «Grandparents». Так что, вот, несмотря на то, что я работаю, допустим, с издательством в одной стране, я потом те же самые книги вижу, изданными во многих других странах. Ну, и все остальные книжечки, то есть все, что ты видишь, это книги, которые я проиллюстрировала или написала и проиллюстрировала. Допустим, «The Big Adventure», здесь я автор-иллюстратор. «Grandparents», правда, о стариках, это тоже я автор-иллюстратор. Книжка про Нимбуса тоже. Это моя первая книжка-картинка, которая была издана сначала в Австралии, то есть первым заинтересовался австралийский издатель, да, потом уже все остальные. А вот эта вот книжечка про рептилий, она сначала вышла в Канаде, это был канадский издатель, и потом она уже разошлась по миру. То есть каждый раз это какой-то разный путь. Посмотрим чуть-чуть внутри, вот эта про рептилий такая милая. Ой, здорово. Чудесно. Давай я тебе покажу. Ой, какой милый рыжий мальчик. Скажи, а ты своих персонажей, у тебя есть какие-то прототипы? Ты рисуешь их с кого-то? Я очень много рисую с реальной жизни, то есть observational drawing, у меня много скетчей. Я все время рисую детей, самых разных на улице, в детских садах, в парках, везде, где могу. Скажи, а вот старичков ты рисовала с кого-то? Ух, над старичками я вообще работала очень долго, и рисовала стариков, наверное, год. Хочешь, покажу тебе эскизы? Да, давай. Давай. Ну вот, у меня даже папочка есть специальная, вообще у меня папочка есть на каждый проект, этот проект называется The Old People Project, давай я тебе покажу. Ух ты. Ну тут много очень всего, это разработка персонажей, разработка техники, в которой я работала, это уже от издателя их отснятые материалы, я это тебе показывать не буду, это неинтересно. А что я тебе хотела показать? Вот, допустим, idea development. Сколько я рисовала стариков, это к нашему с тобой разговору. Кто мои прототипы? Прототипы жизни и самые разные старики, которые я рисовала в течение года. Обалдеть! Да, всё на свете, любыми материалами, всё, что приходило в голову, я искала своих стариков, вот эти вот мне очень нравятся. I'm Jill. If lost, please return to Jill. Если потерялся, пожалуйста, верните Jill. Я Jill. Да, верните меня Jill. Здорово. Ну, то есть, я искала довольно долго. Персонажей, да? Да, вот как морщинки рисуются, я долго изучала, и вообще, что значит старческая поза, и чем она отличается от молодой. И это всё observational drawing, то есть рисунки с натуры? Большинство, да. Рисунки с натуры, иногда из интернета, иногда из каких-то видео. То есть, книга рождалась очень-очень постепенно. Вот всякие идеи для раскадровок. Вот танцы. Вот эта страничка с йогой. Очень милая. Ну, потом она очень сильно изменилась, то есть, это была просто идея, и потом я покажу, во что она трансформировалась. Мне очень хотелось рисовать танцы. А вот здесь вот... Вот здесь вот уже началось что-то вырисовываться, типа такого, как я хочу. Да, вот почти что. Но у меня сохранился этот скетчбук, у меня не сохранился другой. У меня был ещё один скетчбук, я его потеряла. Это, к сожалению, всё, что осталось. Ой, посмотри, какие милые труселя. Боже, и носочки. А вот она его кормит. Посмотри, какая прелесть. Это просто шикарно. Она ему приготовила вкусняшку. Здорово. Ну, это титанический труд, то есть, всё рождается путём проб и ошибок. Разумеется, но в этом и есть кайф. Это же ужасно интересно, разрабатывать идею. Чудесно. Слушай, а это ты пользовалась гуашью? Нет, это не гуашь и даже не акрил. Это строительные краски, пробники строительных красок. Хочешь покажу? Серьёзно? Пробники строительных красок? Да, вот они, смотри. ну и здесь порядок. Да, у меня везде идеальный порядок. То есть, я покупаю вот такие пробнички за копейки. И очень удобно. Они дешёвые, они красивые, они очень хорошо ложатся на бумагу, они отлично сканируются. И цвета уже смешивать не надо. Они уже тут все красивые, посмотри какой цвет. Слушай, ну вот этот лайфхак нужно тоже взять на вооружение. Ну это просто кладезь полезных советов. Дёшево и середита. Да, здорово. Ну и ещё, вот что такое материал по созданию книги? Посмотри, сколько работы, сколько идей, сколько проб, ошибок. Как я работала над этим проектом? Я линию рисовала отдельно от пятна, а потом соединяла вместе в фотошопе, пробовала разные варианты, какая линия, какое пятно. Я пробовала и акварель, и гуашь, и цветные карандаши. И в итоге вот остановилась на строительной краске. Вообще потрясающе. Да, вот варианты различные. Сколько по времени, Эля, ушло у тебя на создание этой книги? Ну, год. Кот точно ушёл. Ну тут можно показывать до бесконечности. Это всего-навсего как бы одна папка, а вот ещё вторая папка. Ну вы видите, да, количество проделанной работы. Послушай, вот когда ты, столько у тебя эскизов, столько разных подборок, ты подбирала цвет, когда ты знаешь, что вот это именно то, что нужно, как ты это чувствуешь? Ну вот когда чувствую, что это то, что нужно, тогда я останавливаюсь. Мне понравилось, мне очень понравилась вот эта живая линия, и это, кстати, мои, вот это вот первая раскадровка. Да, вот расскажи немножко о книжечках, которые... Как называются эти миниатюрки, книжечки? Ну по-английски называется дамми бокс. Дамми бокс. Трафарет. Ну, пример, как я вижу, как эта книга будет выглядеть в будущем, то есть это первоначальные идеи, много изменений. Макет, точно. Макет. Точно. Это мои первые потуги, это вторые потуги, то есть уже более детально. Я собираю маленькие книжечки, чтобы видеть ритм книги. Макет вообще необходим в процессе работы, тогда ты видишь это все. Обалдеть, здорово. То есть мы сейчас видим... Весь процесс создания, да. Ну вот, если вы хотите, чтобы ваша книга стала действительно чем-то серьезным, уникальным, интересным, то придется потратить много времени, по-другому навряд ли бывает. Я по-другому не видела. Вот, я вам показала один из проектов в деталях, как создается детская книжка. Но на самом деле каждая детская книжка это отдельная история, отдельная вселенная. Хотя создание любой книги это определенный алгоритм. И если соблюдать алгоритм, я не видела ни у кого этого легкого пути. Я общаюсь с большим количеством иллюстраторов известных и очень успешных. И ни у кого не было легкого пути. Так чтобы... Опа! И ты крутой иллюстратор. Это всегда через тернии к звездам. Это всегда очень много работы. Но я бы посоветовала самое главное это все-таки иметь план и работать планомерно и структурированно. То есть знать, куда вы стремитесь, знать, какой процент вашего времени вам нужно уделить на рисование, какой на обучение, какой на продвижение. Потому что это все настолько взаимосвязано. И все-таки иллюстрация это бизнес, это профессия. И быть талантливым маловато. Вот как я всегда говорю новичкам, нас, из всех нас замечают прежде всего самых шустрых, которые есть везде. Вот если он все время, кто-то все время перед глазами у издателя, то скорее всего, что его заметят. Из самых шустрых на следующую ступень в крутости в иллюстрации пробираются самые профессиональные. То есть люди, которые умеют работать в срок, по тех заданию, которые всегда выполняют работу качественно, на которых можно положиться. А вот на самый олимп поднимаются самые, вот из тех, которые шустрые и профессиональные, поднимаются самые талантливые. Вот это олимп. Но очень редко бывает наоборот, что если человек просто талантлив, но он не шустр и не профессионал своего дела, то о нем просто никто никогда не узнает. Если вы рисуете обалденные шедевры и прячьте их в стол, то вы и так и останетесь со своими шедеврами в комнате. И никто вас не узнает. Поэтому надо работать во всех направлениях одновременно. И работать много. Легкого пути я не знаю, к сожалению. Извините. Ну все, Олечка, пора и честь знать. Огромное тебе спасибо за твое гостеприимство, за интереснейший рассказ и за лайфхаки. Большое пожалуйста. Олечка, очень была тебя рада видеть, но пора работать. Так что до новых встреч. Пока. Олечка.